Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога». Я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы поговорим о нескольких важных темах. Начнем, как водится, со сводки происшествий. В июле этого года на дорогах Рязанской области было зарегистрировано 176 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 27 человек погибло и 225 получили травмы различной степени тяжести. В области было зарегистрировано 1292 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального ущерба автовладельца. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали несоблюдение скоростного режима, выезд водителями транспортных средств на полосу встречного движения, Неправильный выбор дистанции Нарушение правил обгона За июль текущего года на дорогах Рязанской области Зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия С участием несовершеннолетних В результате которых 3 ребенка погибло 52 получили различные ранения Инспекторы ДПСГ Выявили 467 768 Нарушений правил дорожного движения В том числе 145 фактов управления транспортными средствами В состоянии опьянения 74 водителя на законные требования Сотрудников полиции прохождения медицинского освидетельства Ответили отказом В связи с чем в отношении этих граждан Были составлены соответствующие административные материалы Также выявлен 31 факт управления транспортным средством В состоянии опьянения повторно Было выявлено 3429 нарушений Связанных с управлением тонированными транспортными средствами 269 нарушений связанных с перевозкой детей А также 180 нарушений совершили пешеходы 158 водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов Было выявлено 311 нарушений связанных с выездом водителями транспортных средств На полосу предназначенную для встречного движения В нарушении требований правил дорожного движения А также 1313 нарушений допустили водители мототранспортных средств Одно из важных нарушений, которые упомянули в садке происшествий Это вождение в нетрезвом виде Если водитель попался в первый раз, то это лишение прав Если во второй, то это уголовная статья Сколько таких водителей выявили, расскажем далее Погоня за красной Деонексия не кадр из какого-то кинофильма Скорее дежурный рейд экипажа ДПС Гнаться за машиной, правда, не пришлось Остановили во дворах на улице Зубковой А при проверке документов запах алкоголя в нос и ударил Предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения Водитель согласился Тем более, что по закону сейчас все одно Если отказался, то точно штраф Если прошел, то штраф Но если только алкотестер, все подтвердит Попытки эти удалось посчитать Нормально выдохнуть, чтобы алкотестер Засчитал результат, получилось только с 11 раза Так, 0,565 мг на литр Согласно сравнительным таблицам из интернета Для такого результата нужно выпить полтора литра пива Что именно и сколько водитель выпил На самом деле он рассказывать не стал В отношении него составлен протокол По части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Максимальное наказание Лишение права управления автомобилем на 2 года И штраф 30 тысяч рублей За первую половину 2024 года Сотрудниками госавтоинспекции Рязанской области Было выявлено более 800 водителей Которые управляли транспортными средствами Состояние опьянения Выявлено 405 водителей Которые отказались от прохождения Медицинского освидетельствования А также 148 водителей Сели за роль автомобиля в нетрезвом виде повторно Водителя, а точнее мотоциклиста Задержали в Турлатово Под утро ехал на своем железном коне Пантер 250 Этим и привлек внимание экипажа Предложили пройти освидетельствование Как итог 1,3 мг на литр выдыхаемого воздуха И хоть характеризуется такая степень опьянения Как легкая Согласно сравнительным таблицам из интернет Это пол литра виноградного Или полтора хмельного В общем, не для управления транспортом Согласно законодательству За управление транспортными средствами Состояние опьянения А также за отказ от медицинского освидетельствования На состояние опьянения Нарушителю грозит Лишение права управления На срок до двух лет И административный штраф 30 тысяч рублей За повторное такое нарушение Предусмотрена уголовная ответственность С штрафом до 300 тысяч рублей И возможным лишением свободы Сроком до двух лет С лишением занимать должность Или заниматься определенной деятельностью Связанной с управлением транспортными средствами На срок до трех лет Если на мотоциклиста составлен протокол Об административном правонарушении То уже при повторном нарушении Выражаясь протокольным языком Содержатся признаки правонарушения Предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Все, 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 хорош Как итог 0,278 миллиграмм на литр Выдыхаемого воздуха Допустимый уровень Напомним 0,16 Госавтоинспекс обращается Ко всем участникам дорожного движения С просьбой не оставаться равнодушными К проблеме нарушения ПДД водителями Сообщаясь в полицию О водителях Которые противоправно ведут себя на дороге Еще один случай Мужчину остановили На 535-м километре автодороги Р-132 золотое кольцо Проверили документы Почувствовали от водителя Запах алкоголя Результат 0,723 Нарушение вроде как первое Однако протокол составили Не по классической статье 12.8 часть 1 А часть 3 Потому что у мужчины Нет водительского удостоверения Максимальные санкции статьи Административный арест до 15 суток Или штраф 30 тысяч рублей И это помимо немедленной конфискации Транспортного средства Сотрудники госавтоинспекции Регулярно проводят профилактические рейды По выявлению нарушений Которые могут допустить водителям большегрузов Проводятся такие мероприятия Вместе с сотрудниками Ространснадзора Задача устранить причины Которые могут привести к ДТП Время около 4 утра Вокруг потихоньку светает Ну а водители большегрузов Уже выходят на рейсы Часть из них Говорят инспекторы С нарушениями И чтобы такие нарушения пресечь Сотрудники госавтоинспекции Вместе с Ространснадзором Проводят утреннее рейдовое мероприятие Один из важных пунктов проверки Тахограф Это такой прибор Который помимо скорости транспорта Регистрирует еще и режим труда И отдыха самого водителя Кстати, сегодня в рейде Нарушение этого самого режима Выбилось в топ Самыми частыми нарушениями Является нарушение режима труда И отдыха водителя Что в свою очередь Является частыми причинами ДТП С участием грузового транспорта А также технические неисправности И выпуск на линию транспортных средств Без предрейсового технического осмотра транспортных средств И предрейсового медицинского осмотра водителей Штраф за такое 3000 рублей А вот если нарушителя не поймает То ситуация может закончиться и трагедией За полгода По вине водителей грузовых транспортных средств Зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия В результате которых 20 человек погибли И больше 80 человек получили травмы Различной степени тяжести Такие рейды и проводят с целью устранения причин Из-за которых аварии эти и происходят В ходе мероприятий были выявлены Многочисленные нарушения с перевозкой пассажиров А также с международными автомобильными перевозками И с перевозкой опасных грузов Составлено свыше 25 материалов Виновные привлечены к ответственности А с начала года к административной ответственности Привлекли больше 140 тысяч водителей Должностных и юридических лиц Которые перевозят грузы на коммерческой основе Часть нарушений были зафиксированы При помощи камер фото-видео фиксации Административных правонарушений Которые работают в автоматическом режиме Темой другого профилактического мероприятия Стали самокатчики На них жалуются как пешеходы Так и водители Далее расскажем удалось ли за этот рейд Вразумить хоть кого-нибудь Рейд еще не успел начаться А нарушителям уже есть Юноша и девушка вдвоем на электросамокате В госавтоинспекции говорят, что это одно из самых частых нарушений Но успевай только ловить Второе место Забывают водители электросамокатов и велосипедов Спешиваться на пешеходных переходах Такие нарушители тоже есть Штраф за езду по пешеходному переходу 500 рублей За пассажира, которого на электросамокате быть не должно 800 Для понимания Аренда такого железного коня через приложение 300 рублей в час То есть штраф за пассажира Это практически 3 часа катания на самокате За ту же цену можно взять 2 электросамоката И покататься полтора часа Тем не менее Всегда есть те, кто предпочитает сэкономить Вместе с инспекторами в рейде по электросамокатам Участвует и инспектор по делам несовершеннолетних И пока сотрудница разговаривает с родителями В госавтоинспекции провели небольшую беседу с самими водителями СИМ Штраф за еду с пассажиром напомним 800 рублей Для примера за непристегнутый ремень водителю придется дать 1000 Так что большая это сумма штрафа или нет Каждый решит для себя сам Но в таких рейдах речь идет не о деньгах А о безопасности движения на электросамокатах С начала года в Рязанской области с участием электросамокатов Зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий В результате которых 17 человек получили различные травмы В том числе в данных ДТП травм получили 8 детей Июнь 2019-го Перекресток улиц Дзержинского и Ленинского комсомола Тут совпали сразу два фактора И водитель на красный проехал И самокатчик на переходе не спешился Кстати, штраф за проезд на красный 1000 рублей Штраф за то, что самокат не спешился вдвое меньше 500 Суммарно 1500 при хорошем исходе При плохом человеческой жизни Согласно пункту 24.6 Правил дорожного движения Если движение лица, использующего СИМ В случаях предусмотренных ПДД По тротуарам, пешеходной дорожке, обочине В пределах пешеходных зон Подвергает опасности или помехе для пешеходов То он должен спешиться и руководствоваться ПДД для пешеходов Также он должен спешиться и на самом пешеходном переходе А на рейте тем временем долго ждать не пришлось Вот и следующие нарушители Также вдвоем на одном электросамокате Сейчас лето, время средств индивидуальной мобильности И достаточно много травм и происшествий с этим связано Если мы с вами посмотрим статистику за последние пять лет То количество таких трагических ситуаций увеличивается из года в год Но растут и штрафы Государственная Дума России приняла в первом чтении проект О штрафах для пользователей электросамокатов В нем сказано, что штраф за перевозку пассажиров вырастет до трех тысяч рублей А за пьяную езду до тридцати тысяч В Госдуме надеются, что хоть так некоторые самокатчики возьмутся за ум Это была программа «Жизнь и дорога» Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!